В центре внимания судьба российского авиалайнера. На борту 224 человека. С ним потеряна связь в районе Синайского полуострова. До сих пор непонятно, разбился или уцелел. Есть противоречивые заявления официальных лиц Египта. Сначала телеканал Sky News Arabia со ссылкой на премьер-министра передал информацию, что уже обнаружены обломки, но никаких подтверждений этому заявлению нет. А некоторое время спустя агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника в Каире сообщило, что пассажирский лайнер вышел на связь с турецкими диспетчерами. Но и это пока не подтвердилось. Что известно о самолете? Это аэробус 321 компании Когалым Авиа. Он выполнял рейсы с Шармы Шейха в Санкт-Петербург. В нашем распоряжении оказались фотографии того самого самолета. На борту находились 200 взрослых и 17 детей. Это пассажиры. Плюс 7 членов экипажа. В самой компании-перевозчике ситуацию пока не комментируют. На официальном сайте никаких сообщений нет. Единственное, что известно доподлинно. Самолет действительно пропал с радаров. Это уже подтвердили в Росавиации. Сегодня пропала связь самолета Майоробус А321 авиакомпании Когалым Авиа. Ее брендовое название Метроджет. Самолет рейсом 9268 выполнял полет по маршруту Шарм-Аль-Шейх в Санкт-Петербург. В 6 часов 51 минуту самолет вылетел из египетского аэропорта. И в 7 часов 14 минут должен был выйти на сеанс радиосвязи с Ларнакой Республики Кипр. Однако радиосвязь не состоялась. Она потеряна с самолетом. Также исчезла отметка воздушного судна с радиорадаров диспетчерских служб. До настоящего времени связь с самолетом не поддерживается. Сейчас производятся все необходимые мероприятия для скорейшего обнаружения воздушного судна. На борту самолета, по предварительным данным, находились 217 пассажиров и 7 членов экипажа. Сейчас списки пассажиров уточняются у авиакомпании. В основном граждане Российской Федерации. Между тем продолжает поступать информация на уровне источников. Так, в наземных службах египетской столицы сообщили, что перед исчезновением экипаж лайнера запросил посадку в ближайшем аэропорту. Им вторят и коллеги из воздушной гавани Шарма-Шейха, утверждая, что борт запросил изменение курса, чтобы сесть в Каире. Но, кроме того, в диспетчерских кругах обмолвились о том, что якобы пилот сообщал о неполадках. Причем неоднократно. Якобы сигналы поступали всю неделю. Еще сведения с интернет-порталом Flightradar, на котором в режиме онлайн можно отслеживать перемещение воздушных судов. По данным ресурса, робус сначала резко снизился на полтора километра, а затем пропал. Ну вот по данным, согласно которым самолет разбился, это произошло где-то на границе с Израилем. И вот только что появились сообщения, согласно агентству ИТАРТАС, которое ссылается на египетские СМИ. Власти Египта установили место крушения российского лайнера. Самолет полностью разрушен. И все, находившиеся на борту, скорее всего, погибли. Это сообщают египетские СМИ со ссылкой на правительство Египта. Продолжение следует... Продолжение следует...